Привет! Сегодня рассмотрим наиболее интересное, на мой взгляд, предложение на Алиэкспресс по поводу освещения на солнечной панели с датчиком движения. Купил себе для участка. Мне интересно, насколько хватает заряда, который дает солнечная панель, и насколько хорошо будет работать или плохо будет работать в зимнюю погоду, когда аккумуляторы уже не могут выдавать ту емкость, которую могут выдавать летом. Внутри у нас такая инструкция, с одной стороны на китайском, с другой стороны на английском. Я ее прочитал, посмотрел на режимы работы пульта управления, который есть. А также как раз есть запись, что в зимнее время использовать режим МОЛД-1. Это работа по датчику движения. Сам пульт небольшой, на маленькой батарейке. Чтобы он работал отсюда, нужно было вытащить пленочку для сохранения заряда батареи, включение-выключение и три режима работы. Сам светильник выглядит таким образом. У него подвижные части боковые. На тыльной стороне имеется переключатель, включение-выключение, а также переключатель режимов. Также под такой резиновой заглушкой имеется вход для подсоединения солнечной панели. Далее солнечная панель. Длинный шнур, по-моему, около 4 метров, который подсоединяется к светильнику. Кстати, сам светильник может идти с интегрированной солнечной панелью. Я взял вариант со шнуром. Там рублей 200 подороже. Но зато можно поставить это на солнце, а это в каком-нибудь месте, где солнца нет. Заявленные характеристики солнечной панели 1,8 бат, 5,5 вольта. Степень водонепроницаемости IP65. Это означает, что защищен от попадания брызг и влаги. То есть под дождем он может работать. Но меня интересуется вопрос, как он будет работать на морозе. Сейчас на улице минус 5 градусов. И мне интересно, насколько хватит полного заряда. Сразу к минусам этого светильника я отнес бы то, что невозможность купить его с температурой свечения 3000 кельвинов. Везде продается белый свет 6500 кельвинов. Белый свет я не очень люблю. Он режет глаза. Поэтому заказал пленочку светофильтра желтого цвета, который наклею сюда. И свет будет помягче. Следующий вопрос, который меня интересует, какие аккумуляторы установлены внутри. Потому что заявлено, что литий-ионный аккумулятор 3,7 вольта. Я подозреваю, что здесь будут два аккумулятора 18650. И это плюс. Потому что если аккумулятор цельный, то найти его и заменить будет трудно. А 18650 продается везде. Они вышли из строя. Раскрутил. Здесь есть саморезы. Поставил новые. И все. На этом будут светильники. Я надеюсь работать дальше. Еще одним минусом можно назвать то, что нет резинки, чтобы обеспечить влагозащищенность. Поэтому наклонять лучше таким образом вниз, чтобы вода не попадала вовнутрь. Снял переднюю крышку. Внутри две батареи 18650. К сожалению, маркировки никакой нет. Угол обзора датчика движения 120 градусов. Работает, я уже проверил, он на расстоянии около 3-4 метров. Дальше он не берет. И расстояние работы пульта около 5-8 метров. В зависимости от угла работает немножко по-разному. Теперь о режимах работы. Первый режим. Работа. Подачку движения. Задержка около 20 секунд. Если сейчас движения не будет, то он должен погаснуть. Вот погас. И снова я двинулся. И снова он загорелся. Первый режим работает. Второй режим работает на 10% яркости. При появлении движения переходит на 100% яркость. Проходит 20 секунд. И опять переходит на 10% яркость. И третий режим постоянно горит на 30% яркости. Данный режим явно подходит исключительно для лета. Когда световой день очень длинный. Вообще в идеальных условиях он должен светить до 8 часов. Зимой, я думаю, это будет около 1,5-2 часов. Переключаем в режим постоянного горения. Как только попадает свет на солнечную панель, он выключается. Это значит наступил день. Сейчас имитируем ночь. И он сразу включается. Но теперь осталось самое главное. Установить его на улице, где минусовая температура. И посмотреть на полной яркости, насколько же времени хватит заряда аккумуляторов. Которую он получил в течение дня с помощью этой солнечной панели. Ну что ж, включил я режим работы под датчиком движения. Потому что в режиме постоянного горения он, как и предполагалось, проработал 1,5 часа. В целом освещает неплохо. Если проходишь, срабатывает в районе 5 метров. Ну что же, светильник по адекватной цене. Достаточно ярко светит. 800 люмен он дает. Это неплохо. Для солнечной батареи не требуется подключение электричества. На этом очень здорово. Ссылка на него, как всегда, в описании. До скорого. Пока.